Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Вот-вот придут дни, благоприятные для посева томатов. Как правило, это 20 числа марта. И не утихают споры и разговоры на тему, как же все-таки лучше выращивать рассаду томата. Сеять густенько в плошечке, чтобы потом пикировать. Или сеять в кассеты, или сеять в стаканы, и затем подсыпать грунт в глубоких стаканах для наращивания боковой корневой системы. О последнем способе я говорил, что это один из худших способов на самом деле для выращивания рассады томатов. Потому что боковые корни, хотя они и обильные, и дают дополнительное питание, и всасывание воды, но все-таки с мощностью главных корней, настоящих корней, им не сравнится. Поэтому не игнорируйте эти корни, они тоже должны хорошо развиваться. Но сейчас споры ведутся в связи с тем, что многих людей первые и даже вторые кисти томатов начинают давать уродливые кисти. Связано это со стрессовыми условиями, в которые попадает томат в период, когда формируется сама кисть. Уже в этом периоде, в этой фазе, когда она еще там буквально состоит из нескольких клеток, и, конечно, еще даже примерно не видна, уже растение попадает под стресс, и эта кисть, эти плоды становятся корявыми и некрасивыми. И по этой причине очень многие советуют не прибегать к такому мероприятию, к такой процедуре, как пикировка, потому что как бы именно во время пикировки и происходит этот самый стресс. На самом деле, вот точно вам скажу по-честному, что почти никто из зрителей канала Иванова Наука не является таким уже лютым физиологом растений, для того, чтобы в точности и правильно определить ту фазу развития растения, в которой именно происходит закладка этой первой кисти. Более того, существуют сортовые особенности, которые растягивают в разный период, перетягивают в разный период этот период формирования этих завязей на первой и даже второй кисти. Поэтому вы должны понять, что как бы вы ни старались оберегать свои растения от каких-либо стрессов, они все равно будут попадать под стресс, будь то пересадка, будь то перевалка, будь то пикировка, будь то колебание влажности, будь то колебание питания, будь то закаливание, которое является сверхстрессовой процедурой, будь то посадка на постоянное место, какие-то холодки вернулись и так далее, и так далее. Любой из этих периодов является стрессовым для наших томатов, и любой из них может повлиять таким образом на закладку завязей и, как следствие, плодов первой и второй кисти, что они могут стать корявыми. Для того, чтобы не потерять урожай, здесь не стоит отказываться от привычных вам технологических приемов выращивания рассады. Выращивайте так, потому что стрессов все равно не избежать. Но для того, чтобы растение было устойчиво к этим стрессам, надо не в тепличных, так сказать, условиях, не в сверхкомфортных условиях эти растения выращивать, а надо так укреплять растение, чтобы оно было устойчиво к этим стрессам. Устойчивость к подобного рода стрессам придают различные способы. Ну, даже простая салициловая кислота, 80-100 мл спиртового раствора 2% выливаете в ведро воды, добавляете туда 2 столовые ложки 10% нашатырного спирта, все это как следует вымешиваете и поливаете и опрыскиваете ваши растения таким раствором. Такие салицилово-нашатырные проливы можно делать хоть в каждый полив, то есть хоть ведро целое сразу сделаете, и потом в каждый полив поливаете. И растения будут вполне себе закалены против подобного рода стрессов и никаких корявых плодов вы не увидите. Но это, так сказать, один из способов. Конечно, нам всегда на помощь приходят всевозможные микробики. И вот такой вот препарат, который называется реаниматор, вот посмотрите на него внимательно, реаниматор КМЕ от Биодсо, вот такой вот препарат, он специально создан для того, чтобы защищать растения от стрессов, а также от последствий этих стрессов. Ну, некоторые скажут, какая проблема, возьми эпин и работаем. Но как раз эпин в стрессовый период и может вызывать образование корявых плодов. Почему? Потому что эпин действует иначе. Несмотря на то, что есть какой-то стресс, и растения в этом стрессе приостанавливают свое развитие, то эпин делает, так сказать, впечатление для растений, что никакого стресса нет. И несмотря на то, что пересадка, там засуха, еще что-то такое, эпин все равно заставляет растения как следует расти. Именно из-за этого растение бы могло притормозиться, да, приостановить закладку этих кистей и завязей, но растения под действием эпина не чувствуют этого стресса. И происходит закладка этих завязей. И она происходит неправильно. И из-за этого получаются корявые плоды. Эпин очень хороший, очень мощный препарат. Но все-таки не для этого случая. А для этого случая как раз очень хороши совершенно другие адаптогены. И вот реаниматор КМЕ как раз является тем самым препаратом с живыми микробиками, которые, во-первых, как бы сказать, закаливают растение, повышают его устойчивость к стрессу. Это не значит, что он будет стимулировать, как эпин, рост во время стресса. Нет. Это мобилизация защитных сил таким образом, что не будет растение находиться в эйфорийном состоянии, что никакого стресса нет, буду расти как прежде. А он как раз позволяет растению быть устойчивыми к этому стрессу. Это совершенно другой механизм. Ну а кроме того, уже после какого-либо стресса реаниматор КМЕ позволяет хорошо выйти этому растению из стресса и снизить последствия тех стрессовых факторов, будь то заморозок, будь то просто холод, будь то жара, будь то засуха, будь то там морозы сильные, ну что угодно. Для садов очень хорошо, вот весенний период и так далее. Вот это очень-очень хороший и современный способ. Конечно, такие препараты, как, например, Атлантис от Биотсо, тоже являются очень сильными адаптогенами растений. И все они являются в той или иной степени адаптогенами с защитным действием. То есть они еще и защищают от всевозможной инфекции, которым растения становятся очень уязвимы в период стресса. Но реаниматор, вот у реаниматора КМЕ, эта сила возведена в максимум. Защитить растения от будущего стресса и предотвратить повреждения стрессом, который уже был. Или минимизировать эти повреждения в послестрессовый период. Что ж, не отказывайтесь от тех технологических приемов с томатом, к которым вы привыкли. Просто укрепляйте ваши растения так, чтобы они даже в стрессе не формировали вам этих некрасивых и уродливых плодов. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok